Лучший голос страны! Победитель суперпроекта «Голос»! Пётр Захаров! Финалист самого популярного вокального конкурса в стране, человек, возрождающий нравственную песню, обладатель золотого баритона Пётр Захаров. Впервые после Победы в шоу «Голос. Перезагрузка» он презентует свою сольную программу в родном Петербурге. Первый сольный концерт после Победы в «Голосе», да еще и в родном Петербурге. Что вы чувствуете? Это такой вопрос, который всегда меня ставит в определенной степени в тупик. Чувств просто букет. То, что я больше всего люблю исполнять, то, как я чувствую, больше всего ждет и любит наш петербургский слушатель, я включил в эту программу. Приглашены мои друзья, это петербургские исполнители, которые участвовали в шоу «Голос» в свое время. София Тарасова, с которой мы вместе в команде «Меладзе» дошли до полуфинала. Петербургский тенор замечательный Илья Римар, дебютант дебютного проекта шоу «Голос 60+, Андрей Косинский». Музыкальный альянс «Петербургские баритоны», ну и совершенно великолепный оркестр «Петербург-концерта» под управлением маэстро Андрея Медведева. Прости меня, за что я знаю? Прости меня, за что я знаю? Вас сравнивают с Иосифом Кобзоном? Совершенно незаслуженно. Во-первых, я заведомо против того, чтобы сравнивали между собой баритонов. Потому что все-таки баритон – это не приговор. Каждый голос – это прежде всего индивидуальность. Каждый артист – это прежде всего личность. Поскольку я работаю в таком классическом жанре, то я всегда ориентируюсь и почти за честь, если меня с кем-нибудь поставят в один ряд, вот с исполнителями в этом направлении, например, мне очень близко то, чем занимался Дмитрий Хворостовский. Вот, отчасти, ну, разумеется, это Муслим Магомаев, это отчасти Иосиф Давыдович Кобзон, отчасти, может быть, Сергей Захаров. Вот смотрите, я перечисляю в основном баритонов, но ни один из них не похож друг на друга. У вас очень интеллигентные поклонники, всегда пишут вам тёплые комментарии. И один из комментариев, который я прочитала, к вам обратился подписчик и написал «Сегодня время дикой пошлости, берегите культуру». Вы чувствуете, что на вас лежит определённая миссия? Я считаю, что, ну, как пошлость? Пошлость, не пошлость? Есть разные жанры, лёгкие, развлекательные. Мне ближе не потешать людей, а утешать. Эта позиция или вот эта музыка, она близка огромному количеству слушателей. И теперь во всех моих слушателях, зрителях я вижу единомышленников. А готовы вообще к музыкальным экспериментам? Быть может, сейчас к вам после победы в таком крупном шоу будут тянуться популярные эстрадные артисты российские, предлагать записать дуэт, например? Дело в том, что есть понятие шоу-бизнеса. Раньше как-то всё это в нашей стране шло вместе. Была популярная культура, то есть какая-то культура массовая, которая имела своей целью воспитание людей. Была нравственная песня. Потом шоу-бизнес отделился от культуры, и как-то их пути всё дальше расходятся. Мне бы хотелось снова примирить, сделать что-то настоящее, содержательное, нравственное, простое. Не какое-то там сверхзаумное, как многие считают. Нет, простое, но со смыслом. Сделать популярным. Вы победили. Мы человек счастлив, когда он доволен тем, что есть сегодня, и всегда хочет большего. Вы счастливы? Да. Да, я счастлив. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...